Интернет-канал Новороссия, подразделение легендарного Моторолла. Вот наши братья, позовной матрос и позовной водяной. Великолепные бойцы. У нас есть еще другие братья, старшие и младшие, но с ними мы сделаем интервью отдельно. А сейчас говорим с ними. Итак, ребята, откуда вы и как оказались на этой войне? Мы из Донбасса оказались на этой войне по глубокому убеждению, что в этой стране жить, ее больше нет. Мы построим новую страну и будем жить, что русские украинцы там будут братья, а не враги. Но это не пропаганда какая-то, это суть нашего мировоззрения. Я часто отдыхал с представителями Западной Украины и заметил, когда еще был гражданский мир, когда был мир, и заметил разительные отличия их от нас. Я не навязываю свои убеждения. Мой дед брал Кенисберг, и у него есть медаль за победу над Японией. Он шесть лет воевал. И это мой герой. Другой мой дед, был тяжело ранен, наш дед, был тяжело ранен под Сталинградом. И в этих местах тоже воевал. И в этих местах тоже воевал. И это наши герои. Я не навязываю свои убеждения им. Мне пофиг, на каком языке они говорят. На русском, на украинском, на белорусском. Им нет. Я должен быть такой, как они. Щирый галичанин. Любить Бендеру, любить Шухевича, говорить кава, говорить украинскую мову и думать украинскую мову. Я разговариваю украинскую мову. Но я русский человек. Надо, я буду говорить двумя языками. А они навязывают это нам. Оболванивая детей наших. Я не хочу, чтобы моя дочь была и сын, были такими, как они, кто не скачет, то и москаль. Я за русский мир. Мой брат, я думаю, тоже за русский мир. Мы вместе за русский мир. И мы построим новую страну Новороссию. Я попал в июне месяце в ополчение. По собственному убеждению, пройдя, морально подготовив себя к этому. С Донецка я попал сразу, в Славянск, в Славянск я попал, в Ямполь, с Ямполя в Николаевку. В Николаевке опять в Славянск. И оказался здесь. Здесь, в этих степях. На которых очень много памятников нашим дедам. Их очень много здесь. Когда мы проезжали поселки, там памятники. На каждом написано по 100, по 200 имен. Фамилии, имен. Это те, которые в 43-м здесь положили свои головы. Сражаясь не за русских, не за украинцев, а за свою родину. Родину, которую их так воспитало. Ну и нас так воспитало, потому что мы родились в Советском Союзе. До нас не было различий. Украинец, русский, грузи. Все были одной страной. За последний вот этот, с декабря месяца, с ноября месяца. Это очень тронуло, потому что хотят сделать так, что есть украинцы, и больше никого нет. Здесь, в этой стране. Даже не украинцы, у Украины. Украины, да. Вымышленная нация, которая просто хочет переформатировать нас. Мы родились здесь, выросли здесь. У нас здесь семьи, у нас здесь дети. Мы не хотим, чтобы наши дети, как вчера в ролике мы посмотрели, в Харькове идут люди с флагом. Уже страны, которая уже не существует, и кричат, кто не скачет, кто и Москаль. Это очень противно было. Смотрите. Вот этот вопрос, который в последнее время я задаю всем, у кого беру интервью. Вот, ребята, скажите, при каких условиях могла бы все-таки сохраниться Украина? Был какой-то шанс, или этот проект был изначально обречен? Вот что такого они сделали, что заставило целую Новороссию от них отделяться? Навязывание своего мнения. Был шанс. Еще год назад я думал, что страна с 45-миллионным населением должна жить отдельно, должна быть самостоятельной и дружно жить. Но Украины не дали такого шанса. Возможно, Украина или то правительство, которое сейчас у власти, в марионетке США, они выполняют чей-то заказ, возможно, участвуют в чем-то проекте, сделать из нас Югославию 90-х годов. Вот такое ощущение слаживается. Поссорить западных украинцев и восточных украинцев между собой и жителей восточной Украины. И разделить их кровью, чтобы они остались врагами на несколько поколений. Нам навязали это. Мы просто защищаемся. Защищаем свою землю, защищаем свои дома, защищаем свою родину. Ну, а что, то же самое могу подтвердить его слова. Мы должны защищать. Самое интересное, как мы встретились в Славянске. Да, да, кстати, расскажите. Вот, братья, как вы нашли друг друга на войне? Потому что я встретил сначала Вадя Нового. Он мне говорил о том, что у него есть такой интересный, крутой брат. Потом я в этом убедился сам. Кстати, зрители, в самом деле, матрос вот этот человек абсолютно бесстрашный в бою. Я не ожидал даже. Супер. Поехали. В Николаевке был сильный бой. Мы отходили. Мы стояли на позиции. Со мной был мой товарищ Дизель. Мы работали с СПГ-9 по беттерам, которые шли по Николаевке. Был страшный бой. Нас сильно бомбили. Потом мы держали позицию. Я все искал. Два колона выходила из Николаевки. Брат выходил. Я его не узнал. Оказывается, он меня искал в месте моего расположения. Бегал под минометным огнем и искал брата. Ты знаешь, сколько добрых слов он на тебе сказал. Если бы ты слышал, ты бы, наверное, заплакал. А потом мы уже... Моторолла нас вывел из Николаевки. И на кирпичке, да? Мы встретились. Выхожу из машины и говорю. Ребята, есть кто из Констахи? И поднимается Серега и кричит. Брат, блин. И вот уже больше месяца, второй месяц мы вместе воюем. Я думаю, мы победим. Если у нас брат на брата не идет. Отец на сына не идет. Кстати, главное отличие нас от них. Потому что мы все вместе. А все равно все вместе захватит. Нас не победят. Это Трофим корректирует, но мы не будем обращать внимание. Так, два вопроса предпоследний. Ребята, вот то, что произошло, это, по сути, социально-культурная революция. Социальная в том плане, что так же, как и на Майдане, мы восстали против олигархов, против беспредела, против крайне несправедливого имущественного социального деления, когда у одних есть все, у других никаких перспектив. Но, с другой стороны, с этого восстания разбудило русское самосознание. Люди осознали, что они русские, они не украинцы и тем более не укры. Каким вы видите государственное и самое главное социальное устройство Новороссия? Как нам сделать так, чтобы не повторилось прежнее? Чтобы не было нищих и сверхбогатых. Чтобы не было тех, кто не может получить образование. И тех, кто спокойно разъезжает по всей планете за счет разрушенных предприятий. И вы понимаете, как это сделать? Потому что делать это предстоит именно вам, настоящим бойцам, а не тем теловым крысам, которые сейчас прячутся. Вопрос понятен, но это сложный вопрос. Честно говоря, да, желателен бы социализм, но без издержек СССР. Сможем и построить, постараемся. Такое общество. Моё мнение, чтобы, как вот ты сказал, было это общество. Сначала надо законы, и чтобы все исполняли эти законы. Такие сбалансированные законы. Смог ты богатый, бедный, но ты должен их все соблюдать. Тогда будет какой-то баланс. Как вот в любой стране Европы. Там без разницы, кто ты. Ты должен исполнять законы. Если ты их не исполняешь, тебе наказано. Это у них уже получается более-менее. Хочешь работать, ты работаешь и нормально живешь. Вот самое главное. Ну, я думаю, надеюсь, мы построим такое общество. Как вы видите, кем и как вы видите себя после войны? Вот есть такое мнение, точнее даже это не мнение, это пока не гласная программа, что все реально показавшие себя в бою, все, кто прошел через войну и остался здравым человеком, обретшим опыт боевых действий, показал свое бесстрашие, свой интеллект. Те должны работать в силовых структурах нового государства, чтобы не допустить той коррупции, которая была прежде, чтобы принимались те законы, о которых ты говоришь. Вы готовы в будущем стать сотрудниками силовых структур Новороссии? Я нет. Почему? Последние 20 лет я занимаюсь процессами управления. Я, можно сказать, профессиональный управленец. Хотел бы продолжить в этом плане. Страна разрушена, ее нужно поднимать. И нужны грамотные производственники, грамотные управленники. Технари. Технари. Я себя вижу в этом. Я инженер. И хотел бы продолжать заниматься этим. Понял. Брат. Я так же самое. Инженер. Работал в структурах коммунальных. И скажу, что туда буду и возвращаться, в управление. Потому что нужно все поднимать, которое разрушено. За вот эти 2-3 месяца укреп. Но если будет надо, мы возьмем в руки оружие. Опять возьмем в руки оружие. Вот в этом тоже наше главное отличие от них. Они разрушают, мы созидаем. Братья, спасибо. Все. Спасибо, братья. А можно привет передать своей семье? Конечно, нужно. Что мы любим их. Родителей, жену, ребенка. И надеюсь, мы придем с победой. Целыми, невредимыми. Будем жить в свой город. И будем жить лучше, чем раньше. Спасибо. Дорогие, мы вас любим. Ждите, мы скоро вернемся. Все. Спасибо. Спасибо.